Девушки отдыхают Ссылка на телеграм-канал для тех, кто спрашивал А я нихрена никому не ответила Есть на баннере, короче, и в ссылках этого канала Я писала, что Цветок из огня Тиамат Это первая история, которую я прохожу В течение уже нескольких обновлений Просто потому, что я тащусь От своего фаворита И от их пары с главной героиней Ты узнаешь сегодня, кто же это такой Но, в принципе, если ты и так знаешь Что ты, как говорится, следил за телеграм-каналом Все знаешь, не следил, ни хрена не знаешь Все очень просто, мои дорогие Вот, поэтому, если тебе интересно, обязательно ставь лайк этому видео Подписывайся на канал Включай колокольчик, чтобы быть в курсе новых прохождений Видео и обзоров и так далее И я надеюсь, что ты приготовила чаечек Потому что у меня-то он есть Вот, а мы начинаем Погнали! Цветок из огня Тиамат Седьмая серия Я решила начинать не с этого обновления Я решила начинать чуть пораньше Еще потому что именно седьмой серии Столица Ты знаешь, что там произойдет Я читала, я помню по ощущениям Ну, понятное дело, что какое-то количество серий я уже прошла Но мне все равно Потому что я буду наслаждаться этим и второй раз И в третий И вообще на вдоль И поперек И взад И вперед И налево И направо Седьмой серии я решила начинать Не с самого конца Но и не с самого начала Вот Поэтому Ой, что нас ждет И сегодня, и завтра, и послезавтра Мои дорогие У нас будет целый марафон Этих прохождений И седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая И уже, вот, понимаешь Во второй сезон На следующем обновлении Будет очень много Если что-то На следующем обновлении На этом канале прохождений Именно цветка из огня Тиамат Если ты еще не сообразил То я тебе говорю Слушай, прямо как-то Вот, я, вот, чувствую Отправилась От ковида Оправилась Уже громко говорю Уже быстро говорю Уже вот энергия плещет у меня А может быть На все это влияет зеленый цвет Будет очень много этих серий Сразу тебя предупреждаю Если вдруг, да, ты готовишься К какому-то интересному контенту То, да, он тоже будет Вот, короче, ур Мы летим в столицу Потому что нас Наш неал Пидорокусок Исключил из школы Ни за что, ни про что Я до сих пор Вот даже будучи В знании того Чем все это закончилось Я не понимаю Как этот Эта скотина Могла с нами так поступить Но и мы все равно его любим Когда последние лучи солнца Прикоснулись к верхушкам деревьев Вы приземлились Лагерь разбили быстро Перекинувшись только парой Незначительных фраз Ты старалась двигаться Осторожно И не сильно тревожить Свои одеревеневшие За день мышцы Я была в таком шоке Когда я поняла Что у них Оказывается Лошади с крыльями Я такая Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вот очень хочется стать, например, каким-нибудь археологом, да, или врачом. И вот ты понимаешь, страдаешь во время учебы, но ты знаешь, что это не зря страдания проходят. А если просто так страдать, то кому нужны эти просто так страдания? Никогда, мои дорогие, не нужно страдать просто так, да и вообще страдать нужно поменьше. Вот так. Кстати, смотри, у меня и освещение зеленое, и вот здесь вот кофточка зеленая. Вообще классно. Ее не очень, наверное, видно на всем этом. Но ничего страшного, ладно. Иначе я страдаю ни за что. Да, он несчастным не выглядел. Рассеглала нам Рата с бодрым видом и почти довольным. Но еще бы. Но еще бы тем быть недовольным. А что, собственно, грустить-то Ниалу? Девку свою исключил, но при этом с опекуном ее остался. Я до сих пор в шоке, что девочке нашей, оказывается, 30 лет, а не 18 или 16. Я еще очень переживала, когда думала про ветку с Ниалом. Ой, да, прикинь, прикинь. У нас ветка с Ниалом. Я очень переживала, что у них есть большая разница в возрасте. Это как-то будет очень странно выглядеть. Все-таки мужчине как-то 30 лет. А нам 30, оказывается. Поэтому мы... Ого-го, даже... Да, она даже постарше меня, оказывается, Никаль. Мне-то еще нет 30. Но это ненадолго. Это почему-то ввергало тебя в еще большее уныние. Я согласна. То есть у меня как бы здесь трагедия. Да? Меня исключили. Хрен знает, что делать дальше в жизни. Потому что огня нет, способностей нет, мозгов нет. Жизнь вся впереди. Чем заниматься? В подмастерье пойду. В подмастерье. Я говорю, что сумки буду шить какие-нибудь, шляпки буду делать. А там лишь меня и хау. О, это из другой. Это не отцу. Накормив и напоив коней, вы отпустили их пастить меж деревьев, а сами взялись за ужин. Прокрутившись у котелка, Ниал преувеличенно весело спросил. Хочешь, я покажу, как разогреть воздух без огня? Это не его голос. Давай еще раз. Хочешь, я покажу, как разогреть воздух без огня? Вот это мне нравится. Вот это вот его... Я вообще-то я на тебя злюсь, если что. Ты что-то слишком веселый для всего этого. Ты кинула на него короткий мрачный взгляд и отвернулась к овощам, потому что я с тобой, мелочек мой, не разговариваю в эти тяжкие для нас все дни. Исключил меня и веселиться. Я вот, знаешь, прям вот возмущена. Возмущена. Некоторое время Ниал шуршал чем-то в сумках, потом подсел чуть ближе извиняться. Я не слышу извинений, звона извинений. Давай помогу. Хотелось сказать что-нибудь ядовитое, но ты только сжала челюсти покрепче. Некоторое время он сидел рядом, наблюдая за тем, как с овощей падают крупные очистки. А я бы мог помочь, будь ты не надо мне здесь. Заговаривать зубы. Я зла на тебя. Зла. И я все еще не слышу извинений за то, что меня исключили. Ты швырнула недочищенную репу, на землю и быстро встал. Ниал дернулся. Но ты только протянула маленький нож рукоятью вперед. Вперед. Чисть. Если ты хочешь, чисть. Затем развернулась спиной, демонстрируя презрение. И ушла готовить спальные места. Вот это правильно. Нет, но я... На что он... Дико извиняюсь. Что он рассчитывал-то мне, скажи? Он нас исключил. Мы очень дорожили своим местом в академии. Мы вообще-то планировали как-то жизнь построить на этих знаниях. А еще и в тяжелой ситуации, где у нас пропал брат. Брат пропал, между прочим. Он берет и нас выгоняет. Я цвет поправляю, если что. Пидор! Что мы еще можем сказать? Других попыток он больше не делал. Правильно. Поели в тишине. Потом, не расстеваясь, полезли в спальные мешки. В жизни, когда не было в походах, я не знаю, как спят в спальных мешках. Лежа на спине, глядя в небо, ты устало расфокусировал взгляд. Луна размылась в два бледных, прикрывающих друг другу полукруга. Ты была так измочена, что никак не могла уснуть. Вертелась, пытаясь поудобнее устроить нощи и бока. А потом луна подмигнула и исчезла. Разбудила тебя короткое лошадиное фырканье у самой головы. Киса предупредил тебя об опасности. Ты видишь, как киса у нас заут лошадь? Если ты видишь в этом какую-то несостыковку, то ты совершенно правильно видишь. Смотри, какой у меня классный киса. Я решила вот такого взять. Да, да. Ты открыла глаза... Глаза и готовя руки для магии. Мы прокачиваем огонь, если что. Кто там быстрый взгляд на мешок не Алла, тот безмятежно спал. А над его лицом висело что-то черное. Оно медленно склонилось. Почти касаясь щек спящего, то я ощутила уеков пяники и сорвалась с места. Как поступить, это же не злые пидоры. Поэтому мы окликнем его. Ну, что-то мы знаем дальше, что произойдет. Что-то мы не знаем, а что-то знаем. Ты попыталась тихо позвать его, но голос хриплый со сна совершенно не слышался. Получилось что-то среднее между шепотом и карканью. Ниал дернулся всем телом, окончательно просыпаясь. Существо испуганно сжалось и поспешно ретировалось в сторону леса. А почему минус-то меч? Ниал, здесь кто-то есть. Еще толбануло, что ли? В смысле? А почему меня все забрали? Что за... Всколокоченный и настороженный он проследил взглядом за улепетывающим существом. Тиамат, Ника! Это же лесной дух! Ты шо не признала, что ли? Потому что на двойке одни в академии училась, понятно? Нехорошо так говорить о своих возлюбленных. Ты ощутила колкую вспышку гнева и сжала кулаки. Не называй меня так! Ника? Ника ее не называть? Ниал нахмурился, устало выдохнул и провел ладонью по лицу. Потом с мрачной решимостью вылез из-под одеяла. Ты отвела глаза и подползла к тлеющему костру. Пойдем. Духи просто так к людям не приближаются. Так мы же не люди. Мне казалось, что мы не люди. Мы маги. А это нечто совершенно другое. Посмотрим, что им нужно. Тебе нужно? Ты иди! Ты с вызовом посмотрела ему в глаза. Он ответил спокойным, сдержанным взглядом. Я уже не твой ректор и не могу приказывать. Если хочешь, оставайся тут. А что вы хотите сказать, молодой человек, что раз вы не наш редко, который мы что-то можем с вами такое делать? Вы хотите сказать, что вы сдерживались только потому, что вы были нашим редкотором? Что из этого? Спокойно. Спокойно. И поежившись от ночной парохлады, он вышел из крохотного круга света от тлеющих углов. Углей. Я читаю из рук вон плохо. Потому что надо хлебнуть мальца. Ты поколебалась и нервно оглянулась на коней. Они тянулись к свету и держались поближе к костру. Поразмышляла несколько секунд, кинула дров на угли. Встала, глубоко вздохнула и нырнула под темные ветки деревьев, за которыми успел скрыться неал. Прелесть. Прелесть. Какое-то время тебе пришлось пробираться сквозь темноту, ориентируясь только на отрезок веток и шорох листвы. Они указывали направление, в котором двигался неал. Потом впереди что-то засветилось. Я до сих пор не могу понять, как кристаллы образуются. Если ты не знал, вот эти вот камни, красивые кристаллы, они образуются на самом деле под давлением, насколько я помню. Но это уже выдуманный фэнтезийный мир, поэтому здесь кристаллы могут расти где угодно. Как красиво! Выйдя из тени деревьев, неал потрясенно выдохнул. Надо же! Целая поляна диких кристаллов! Вот откуда здесь лесные духи! Он встревоженно провел рукой по поверхности одного из камней. Тот засветился ярче и притух, когда неал убрал ладонь. Ты подняла головы и вдруг увидела их. Это духи кис. Там духи кис появились. Киса, это твои родственники. Где ты? Кисы нет. Ну ладно. Отовсюду, с верхушек кристаллов, с веток деревьев, из-под кустов на тебя смотрели круглые нечеловеческие глаза. Один из духов слетел с ветки и спланировал прямо тебе на плечо. Неал замер, наклонился ближе и задержал дыхание. Посмотри, какой он! Он красивый! Нет? Дух завибрировал мелкой дрожью. Это ощущение и звук, которым сопровождалась дрожь, были так знакомы... Он же мурчит! Прямо как кошка! Потому что это и есть киса! Это маленькие кисы! Кисные кисы! Кисные кисы! Господи, это так мило! Уловив восторженный блеск в твоих глазах, Неал луково улыбнулся. Похоже, ему было приятно получить комплимент. Ты тут же опустила ресницы и отвернулась. У твоей левой ноги приземлился еще один дух. Другой, словно большая глазастая шапка, устроился на голове Неала. Один за другим духи взлетались к вам, садились на плечи и руки почти невесомыми птицами. А что они делают? Неал покачал головой, выражая осторожное сомнение. А духи, облепившие его руки, потянулись к тебе. Твои же духи тоже забеспокоились, вытягиваясь навстречу Неалу. А потом они соприкоснулись, выстроив между вами живой мост. Ты тоже пришел, смотри, пришел выстроить живой мост? Да, тебе тоже пришел выстроить между мной живой мост? Только с кем? С кем? Нет, уже здесь рядом со мной Неала. У тебя перехватило дыхание. Сердце сильное и большое, бешено заколотилось. Ты так давно мечтала познакомиться с лесными духами поближе. И вот они перед тобой прямо-таки касаются твоих рук. А твоя Никаль смотрит на... А-а-а! Я еще сижу, думаю, это же Никаль не хотела знакомиться с лесными духами. Смотрит на тебя этими огромными испуганными глазами. Не побоялась ведь пойти в лес. Не побоялась ведь пойти в лес за тобой. Ты вскрикнула и отшатнулась. Духи испуганно разлетелись в стороны, и мост между вами развалился. Я так обожаю эту сцену. Вот это вот непонимание сначала того, что происходит, а потом ты осознаешь, что эта мысль-то на самом деле не Никаль, а Нила. И ты такая... А-а-а! На самом деле очень удобно. Очень удобно. То есть ты хочешь узнать мысли кого-то другого. Бац, пожалуйста. Вот они, вот они. Нам всем нужны такие кисы. Ты нашарила рукой ствол дерева, привалилась к нему в ужасе, глядя на Нила. Что это было? Нила тоже резко побледневший тряхнул головой. Ну, конечно. Узнали, оказывается, его самое сокровенное. Это пробрались без спроса, мои дорогие. Естественно, он побледнел. Они хотели нам что-то показать. Но я была у тебя в голове. Он кивнул, переводя дыхание. Вспоминай. А лесные духи? Это универсальные проводники. А что это значит? Ты поджала губы, внезапно обозлившись на его учительский тон. Но ответила. Но ответила. Ты все еще уважаешь, мои цениала. Знаешь, вот особенность его ветки. Мне прям дико нравится. Мне дико нравится его ветка. Мне нравится все, что там между ними происходит. Потому что это все, знаешь, так это медленно. Так это вот прям вот смакуешь каждую сцену. Но иногда вот именно по ветке с неалом нужно мальца прикусить язык. Наверное, впервые в клубе романтики я иду по какой-то такой ветке, где нужно иногда сдерживаться и не хамить прям открытым ответ для того, чтобы эту ветку выстраивать. Потому что как бы только выказывая ему какое-то уважение, да, признавая его как бы авторитет, ты с ним можешь идти по этой ветке. И это странно. И это очень кринжово для меня. Потому что мне хочется по привычке именно веток клуба романтики и крепким словцом послать. И вот так как-то отстоять себя. Именно по ветке с неалом нужно быть иногда чуть-чуть помягче. Вот как, например, сейчас, да. То есть ты могла скрестить руки, но ты все равно как бы ответила ему, да. Не знаю еще пока, как я к этому отношусь, но в целом мне все нравится. Они могут связать наши энергии между собой? Неал кивнул. А вместе с ними мысли и чувства. Он вдруг посмотрел на свою ладонь, а потом на тебя. Хотя я думаю, что так они пытаются нам что-то просто сказать, и это побочный эффект. Ты сузила глаза, пытаясь понять, что он имеет в виду. Неал продолжил, осторожно подбирая слова. Я слышал, люди пользовались этим эффектом. Но ты знаешь историю про слепую эру. Ты молча покачала головой. Когда один мужчина использовал духов, чтобы показать ей... Не важно, не важно, что он хотел ей показать. Он встал и посмотрел на тебя прямо в упор. Мы могли бы послушать духов и друг друга. В груди стало тесно. Ты сжала кулаки, стараясь не звучать слишком уж злобно. И что это изменит? Сохраняя бесстрастное выражение лица, Неал пожал плечами. Не знаю. Вдруг что-нибудь да изменит. Ай, ты маленький прохвост. И, конечно, все изменит. Все, что можно, все это изменит. Ты отвернулась не в силах смотреть ему в глаза. Он хотел, если не примирение, то понимание. А ты хотела только злиться. Я хочу и духов, и тебя, если что, у нас идет алмазная лихорадка. Мои дорогие. Неал оценил твой шаг навстречу к примирению. Вот видишь, чуть-чуть как бы, чуть-чуть не послать его нахер. Чуть-чуть как бы иногда смолчать нужно по этой ветке. Но, опять же, мне все равно нравится. Плюс, как бы, чуваку не в 17 лет, да? Чуваку 300 лет. В принципе, мы уважаем его опыт жизненный. А еще его самого. В неярком свете кристаллов тебе показалось, что его лицо расслабилось. Он мягко кивнул, разворачиваясь к тебе всем телом. Тогда сделаем так. Сначала выслушаем их просьбу. А потом постарайся подумать обо мне так сильно, как сможешь. Если мост не распадется к тому времени, они нас свяжут. Ты кивнула, выдохнула и расправила плечи. Вы замерли, разглядывая верхушки кристаллов. Когда на поляне воцарилась тишина, духи один за другим начали выглядывать из своих укрытий. Ой, ты мои сладкие. Ты такие сладкие кисы. Наконец, один из них решился спланировать к ногам Ниала. Спустя минуту к нему присоединился и другой. И третий, четвертый сел уже тебе на голову. Кожу покалывала в тех местах, где тебя касались духи. И роились и перелетали с тебя на Ниала и обратно. Перед тем, как узенький мост из духов замкнулся, ты внимательно посмотрела Ниалу в глаза. А потом прикрыла свои, сосредотачиваясь на ощущениях. На этот раз чувств почти не было. Только неясная вибрация там, где прежде был страх. Ты чувствовала, как под землей ворочалось и вздыхало что-то большое, что-то страшное. Вот оно вздохнуло, и земля на поляне вздыбилась и горбатым курганом. Оно выбралось наружу, издавая болезненный и яростный клёкот. Порождает. Тиамат. Анунаков? Я все еще не понимаю, если честно, кто такие анунаки. Для меня это большая загадка. Ты была дернулась, но тут же поняла. Анунаков здесь нет. Это только воспоминания. Один из духов вытянулся всем маленьким телом, и анунаки схватили его жвалами. Остальные бросились в расцепную. Земля почернела, обуглилась, провалилась туда, откуда вылезло чудовище. Кристаллы вокруг ямы погасли, почти сразу раскрошились на мелкие осколки. В груди вспыхнул багровым страх, синим звенела скорбь. Ты потянулась... Утешим. Утешим. Это такой стресс. Такой стресс для духов, понимаешь? Как бы и анунаков увидели, кого-то там убили. Где-то что-то вот был твой дом нормальный, стоял, а потом все полетело к херам, и ты такой сидишь и хочешь пожаловаться, хоть кому-то рассказать об этом. А тебе никто не верит. Все, мы утешим духов. Плюс за ними будет должок. Они льнули к тебе маленькими темными тельцами. Ты вдыхала, и они приникали ближе, еле заметно вибрируя. О, это как АСМР будет такой маленький. Выдыхали вместе с тобой, оседая черными комочками на руках и на плечах. Тебе хотелось пройтись пальцами по острым ушкам, погладить их, сказать что-нибудь. Они только смотрели тебе в глаза прямо сквозь опущенные веки и пульсировали в такт биению твоего сердца. Покровый страх начал рассеиваться, сменившись голубой дымкой робкой радости. Ты открыла глаза и увидела Ниалу. Ты почти физически ощутила, как твоя мысль искрой пробежала по мосту из духов и ударила Ниалу в грудь. Он тернулся, но было поздно. Подожди, сейчас что-то будет. Его чувства, его мысли побежали по мосту обратно. И ты увидела Иштар. Величественная фигура подняла на ладони Академия. Не, это Иштар, это тварь та еще. Просто, ты знаешь, тварина несказанная. Вот будь там я. Вот я недавно перепроходила же, когда, ну, к тому, чтобы проходить более старые серии. Я вот смотрела просто на эту сцену, когда она чисто берет и дает нам благословение. И мне хотелось ей вмазать по роже. Просто мне хотелось такой скандал учинить там, такой скандал. Потому что, ну, это просто неприлично. Мне кажется, ну, понимаешь, вот если бы я там была, до поединка с лихой бы вообще дело не дошло. Я бы просто сидела и скандалилась с ней. И вот, и все. Поэтому у меня есть такое ощущение, что я максимально не похожа вот внутренне на главную героиню. Но это не важно, потому что мне нравится их пара сняла. Все, отстань. Вниз сыпались камни и стекла, и капала кровь. И Штар нежно улыбалась, глядя на башенке, двери и купола. А потом сжала ладонь, кроша камень на крупные, покрытые кровью куски. Камни летели вниз, и там, где раньше была Академия, плыхнул огонь. Вот я тебе говорила, тварь. Вот тварь, как есть вот на духу. Вот видишь, да, вот это она. Низу под землей что-то было, что-то холодное, как дыхание смерти. А что я слинял? А что я слинял? Алла, короче, построила Академию специально на каком-то медленно тлеющем вулкане, который, естественно, символизирует опасность, не знаю, там, могильник Тиамат. Вот я когда читала про это, я такая, блин, это могильник какой-нибудь Тиамат. И, короче, она на самом деле спит под Академией, а не Алла про это все знает. Вот у меня реально была такая теория, я ее придерживаюсь вот как раз-таки с этой серии. Демоны Тиамат, что это? Ты открыла глаза, и вдруг все пули твоего зрения засладнила зелень. Удержите меня северу, пожалуйста. Это не Алла смотрела на тебя без колебания, шагая в твою душу, божечки. Так все спокойно, спокойно. Что-то в груди болезненно натянулось, стремясь приблизиться к нему. Не Алла стоял в трех метрах, но ты чувствовала на щеке его. Ну дыхай! Спокойно. Блин, вот минус этого света в том, что, короче, у меня тут же какое-то розовое лицо. Давай вот так оставим. Но будет немножко бледновато по сравнению со всем остальным, но ничего. Его дыхание было на твоем ухе. Его горячие руки лежали на твоих плечах, защищая от ночной прохлады. Его губы прикоснулись к твоему виску и обожгли кожу. Он заключил себя в теплые спасительные объятия. А ветки деревьев хлистали по его ногам и спине. Что за мужчина? Что за мужчина? Ты мне скажешь, что это такое? Так, все спокойно. Тут, понимаешь, главное, да, держать себя в руках, потому что, божешки мой. Божешки мой. Это же, не понимаешь, у него в душе. Самым его сердцем. Мы ведем все его чувства. Я... Ты вытянул руки к деревьям, желая укрыть его от ударов. Но он только плотнее укрыл тебя. Это была безупречная защита. Твой непробиваемый щит. Да, божешки. Что ты за мной делаешь, Ниал? Ты мне скажи. У меня от каждой его реплики просто сердце начинает колотиться. Я бы хотел стоять так целую вечность. Кокон согревал, но душил. И ты уперлась руками в его грудь, отталкивая. Сзади стоял Этон. Стоял и смотрел, сжимая в ладони древко лука. Он, конечно, в смысле, что за вопросы? А что за вопросы, молодой человек? Конечно, он спрашивает. Тут еще, да? Тетива натянулась под его чуткими пальцами. Стрела сорвалась. Метя, прямо в твою спину. Вот я тебе говорила, Ниал, потому что пидор, брат, в нас выстрелил. Вот никому нельзя доверять. Ниал оттолкнула тебя, и стрела вознилась ему в грудь. Крови было так много, слишком много, словно стрела разорвалась, разворотив ему всю грудь. Кровь брызнула тебе на лицо, залила глаза, попала даже в рот. Вот таков долг. Ты кинулась к нему, схватила за стрелу и потянула из груди. В последний момент вдруг испугалась, вспомнив, что так делать нельзя. Но стрела уже выскользнула. На удивление легко, оставляя после себя огромную зияющую рану. Слишком большую рану для такой маленькой стрелы. Ниал покачал головой, грустно глядя на пробитую грудь. Так, я не смогу тебя защитить. Я буду тебя защищать тоже. Я тоже тебя буду защищать. Ну что это? Почему эта сцена мне просто разрывает сердечко? Он мягко, чисто засмеялся и потянул тебя к себе. Кровь сочилась из раны, пропитывая твою одежду, пятнала кожу. Кровь? Ты присмотрелась? На землю из раны падали крупные красные цветы. Ты едва не разрыдалась, пытаясь ловить их руками, но они выскальзывали из пальцев и расцветали на земле, покрывая ее сплошным цветочным ковром. Но у меня ничего не останется, если ты уйдешь. Так как мы... Мы не будем сейчас обсуждать, нет, не будем, нет. Он провел окровавленной ладонью по твоей щеке, отметив ее багряной полосой. Потом склонился... Оставляй поцелуй на твоих губах! Меня больше всего... Я даже... Я сейчас не могу подобрать слов, сейчас... Меня больше всего восхищает и будоражит в этой сцене то, что... Ведь до этого он все время был ее наставником. И я понимаю, что здесь пока еще не совсем именно любовные чувства какие-то, но это первый раз, вообще вся вот эта сцена с лесными духами, вот с этими кошечками, с тем, что в какой-то момент мы внезапно видим именно его мысли, а не просто повествование от лица героини. То есть героиня как будто с помощью этих духов проникает в самое сокровенное и видит, насколько он дорожит ей и одновременно с этим. Ведь получается, что он кого-то же уже потерял. Не просто же так он так оберегает и ценит своих подопечных, потому что он же все-таки их доставник. Получается, что он очень боится вообще потерять дорогих ему людей. И это вот так бросается в глаза в этой сцене. И ты сидишь и просто не понимаешь, как на это реагировать. Пахнущие железом, теплые мягкие губы, ласково искательные. Ну, не по твоей божечке. Не зря, не зря мы решили с седьмой серии начать. Ты потянулась вверх, вперед, приоткрывая рот, готова принять его. Кончик его языка прошелся по твоей нижней губе. Как приятно осознать, что он ее любит. Он ее любит, понимаешь? Тут вот по-другому вообще никак. Вообще никак. Ну, просто потому что он ее любит. Но, видимо, он сдерживался. Все время сдерживался, потому что он вроде как ее опекун и наставник. Она все время подвергает себе опасности. А у него там сердце просто кровью обливается. И в пятки уходит, когда он понимает, что с ней что-то может случиться. И здесь этот момент, когда он, наконец, хоть в какой-то форме раскрывает ей то, что он чувствует. Ну, как это можно не любить? Как это можно не любить просто? А-а-а! Ваши дыхания смешались, и по всему телу пробежала дрожь. Он отозвался на нее, задышал чаще, выжимая тебя в себя. Нет, искорка. Так нельзя. Я, конечно, сейчас прервусь с комментарием. Но они называют ее как хотят. То искорка, то росточек, то земляничка, то клубничка. Ее Никаль зовут. Никаль. Женщину зовут Никаль. Вы учите. Сдерживается мужчина, просто. Я больше не... Ты не смогла вспомнить, чем хотела закончить фразу. Он покачал головой, отпуская тебя. Видение начало растворяться. Теряясь в предрассветной дымке. Тяжело дыша, ты смотрела на Нела. Тот, тоже потрясенный, не мог оторвать от тебя взгляда. Вы стояли в трех метрах друг от друга. Духи медленно разбредались, разрушая мост. Понимаешь, это еще же... Он же неосознанно все это ей показал. То есть, он там стоял, думал так, как бы скрыть. Как бы вот здесь вот не показать, что да, у нас хорошие с ней отношения. Не дай бога показать, что я люблю ее, а не просто отношусь к ней как к подопечной и так далее. Как к сестре. Потому что он же поперкнулся, когда мы спросили у него еще в самых первых сериях. Ты что, относишься как к сестре? Я не хотел тебя смущать. И он прямо такой запнулся, типа... Ааа, в смысле, как к сестре? Нет, нет. И тут он тоже вот прямо... Я не могу... Прости, пожалуйста, я знаю, но я не могу не визжать, потому что я про такую бурю эмоций от этого испытываю. И даже внутри, желая ее обнять, поцеловать, защитить... Он все равно останавливает себя, потому что думает, что это не совсем правильно. Я бы, кажется, даже немножко покраснела. Хух, спокойно. Я не знаю, что думать об этом. Я что, видел слишком много? Нял я... Он поднял руку, прерывая тебя на полусловия. Мы обязательно поговорим об этом. Но не сегодня. И не сейчас. Мы о нем, конечно, мы обо всем поговорим. А ты думал, ты думал увильнуть от этого разговора? Нет, моя дорогая? Подумав несколько секунд, ты нерешительно кивнула. Устала расправив плечи. Нял проследил за разлетающимися духами. Их беспокоит что-то под землей. Чувак! Ну, я, конечно, понимаю, что мы должны это обсудить немножечко попозже. Но, ё-моё! Ё-моё! Нял, что такое? Ты, можно сказать, мне через духа в любви признался. А теперь дойдешь на попятную. Ну, как так можно? Ты имеешь в виду Анунаки? Он же вылез, но вроде как ушел отсюда. На всякий случай ты оглянулась через плечо, нервно оглядывая кромку темного леса. Нял покачал головой. Анунаки только следствие. Они показали нам что-то, что под землей. Что-то выгоняет их оттуда. И им стало там некомфортно. Да это Тиамат просыпается. Я тебе отвечаю, это Энон, короче, там мутил со всеми своими ритуалами. И такой случайненько разбудил Тиамат. Вот так. Ну, а почему? Без понятия. Но знаю, у кого можно спросить. А, у Питерых, да? Нет, не только. Мне кажется, Нял, кроме своего отца Энки, не доверяет Питерым. По крайней мере, он точно не доверяет Иштар. Это ясно как божий день. Он отвел глаза, и ты вспомнил Иштар, ломающий в ладони Академию. И холод, сочащийся из-под земли. Этон пропал. В Академии появилась Иштар и Нил боится, что она причинит вред Академии. Могут ли все эти события быть связанными? Я все еще злюсь на него, но, наверное, нам стоит поговорить. И об этом в том числе. Здрасте. Это просто, это сцены, которые вот здесь навсегда в сердечке. Я не знаю, что там будет дальше по истории. Я надеюсь, что история будет держаться на таком же уровне, по крайней мере, по ветке с Ниалом. Но это великая сцена. Великая. Ниал широко зевнул, и ты вдруг почувствовала усталость, навалившуюся на плечи. Давай возвращаться. Завтра долгая дорога, и нам нужно поспать. А к нам больше никто не подкрадется? Нам Тарр никого не пропустит. Дуков-то он пропустил. Ниал закатил глаза, первым шагая к лесу. Да, хреновый у тебя конь. Я имела в виду кого-то опасного. Тебя может обратно и не пустить, например. Я обожаю, я обожаю их отношения. Просто эти взаимные подколы. Это просто прекрасно. Ты оскалилась ему вслед, но тоже двинулась к лагерю. Ммм, шедевр. Когда ты добралась до спального мешка, тебя начало клонить от холода и усталости. Ниал подкинул дров в костер, а ты забралась под одеяло и закрыла глаза, и тут же уснула. Во сне было неуютно, темно, холодно. Но потом восхитительное тепло окутало со всех сторон. Он как бы нам в этот момент хотелось, чтобы неальчик. Это был он такой мужественным своим прекрасным телом. Прилег к нам в спальный мешочек, обнял вот так вот и поэтому согрел. Но нет, потому что больше нам ничего не снилось. И потому что мы знаем, что это не так. Мы знаем, что это не так. Но хотелось бы, чтобы это был неал. Но проснулась ты под двумя одеялами, потому что во, фиг вам, а не неал под спальными мешками. Это все наши фантазии. Ну, ты понимаешь, да? Здесь будет очень много наших фантазий. Неал уже открыл глаза и встал, откинув плащ, которым укрывался. Он укрыл меня ночью своим одеялом. Доброе утро, ты не замерз? Конечно замерз, но это, блин, было ради тебя, ты свинина. Он широко зевнул, встрепенул волосы и тряхнул головой. А я занимался закаливанием. Очень, между прочим, полезная процедура. Чем уж сладкий. Ты недоверчиво хвыкнула, но взгляд неала остался абсолютно безмятежным. Ты лететь-то сможешь? Ха, до меня и 10 таких ночей не выпьют из равновесия. Почему, почему это так прекрасно? Прости, я просто, я в режиме восхищения. Я не в режиме колких интересных замечаний, я в режим восхищения. И тут же украдкой помял костяшками пальцев поясницу. Ты встала, потянулась и лениво побрела умываться. По пути к ручью ты заткнулась на коней, пасущихся между деревьев. Так. Спасибо, что разбудил меня ночью. Между прочим, я визжала, когда увидела, что у коней в этой истории есть крылья. Я и так, в принципе, люблю коней. Я прям обожаю верховую езду и даже какое-то время занималась. Но не то, чтобы я что-то лихое умела проворачивать на лошади. Типа, я умею садиться в нее, держаться, рысить чуть-чуть умею. И еще я пробовала прыгать. Да. Ну, в основном я ездила по полю и наслаждалась просто всем, чем только можно наслаждаться. Но, блин, я так визжала, я визжала, когда я увидела, что это, оказывается, летающий сук кони. Охренеть! Я бы с удовольствием прокатилась. Это, в принципе, очень круто, когда ты занимаешься верховой ездой, вообще сидя на коне. А я, если что, достаточно высокая, поэтому я обычно выбираю каких-то очень мощных коней, чтобы чувствовать, что я не на какой-то хлипкой лошадке еду. И вот ты едешь по этому полю. А потом конь начинает забираться на какой-то холм. Или есть какой-то ухабчик, который, например, ты вот в два шага преодолеваешь. И ты чувствуешь, как конь идет по этому ухабчику и несет тебя. Это же так круто! А если конь еще может тебя в данной истории поднять в небо, то это же вау! Я просто мечтаю. Вот, я не знаю, может быть, генная инженерия что-то нам поможет как-то. Но я бы очень хотела, в моих, конечно, фантазиях, вряд ли это случится в реальности, поездить на лошади, блин, крылатой, верхом, полетать. А-а-а! Круто! Конь ткнул тебя мордой в плечо, мол, алло, его услуги вообще-то не бесплатные. Бокшиш, где их? Давай, бокшиш! Пришлось возвращаться к сумкам и доставать сухарик для шантажиста. Ну, ха, все правильно. Все правильно, у вас изначально подкупно выгодные отношения. Сорок минут спустя выседлали коней, готовясь к вылету. Ты осторожно покосилась на Ниала и как бы, между прочим, спросила. А, Ниал, скажи, Айштар, она же не такая, как остальные пять, да? Почему ты спрашиваешь? Ну, ты относишься к ней не как к повелительнице. Некоторое время Ниал молча затягивал ремешки и поправлял сумки. Ты уже решила, что он свернул разговор, когда до тебя донеслось сухое? Я видел, на что она способна на поле боя. Она мне не нравится. О, это было тогда, когда ты воевал, да? Она опасна? Лезь в седло, Ники. У нас еще долгий путь. Вот нет, чтобы нормально объяснить? Не дожидаясь тебя, Ниал вскочил в седло и пустил нам тары ленивой разминочной рысью. Пришлось оставить разговор на потом и поспешить за ним. Полетели. Ой, ну какой же кайф, боже. Не знаю, мне кажется, это так круто. Ты сидишь такой, держишься ногами, за эту грибу ухватился. Класс. Ты развлекалась тем, что сплетала крошечные косички из грибы своего коня. Однообразные пейзажи внизу давно уже наскучили. Прилегающие к седлу часть тела, да и все остальное тоже настойчиво требовали везти их к костру и еде. Если ты думаешь, что ездить на коне это та еще легкая развлекуха, то нет. Вдруг нам дар подлетел ближе и Ниал крикнул. Ур, впереди, видишь? Ты встрепенулась, вытянулась и только сейчас увидела. На горизонте вставала величественная вершина Зиккурата Пяти. Мы на месте! Слава богу, я наконец-то смогу слезть с этой лошади! Если ты хочешь, мы можем сделать крюк и подлететь к городу с официальной стороны. Сверху будет отличный вид, что скажешь? Потерпишь лишние получаса в седле? Я три дня терпела и еще потерплю! Вот это я понимаю настрой, давай за мной! Намдар ушел вправо и ты наклонилась в бок, вынуждая своего коня последовать за ним. Если ты удивлен фразе про три дня терпела в седле и еще потерплю, то спешу тебя проинформировать о том, что ездить на лошади это тот еще адский труд. Я как-то, когда училась кататься, у меня был очень долгий перерыв, обычно я тренировалась именно в лагере, но тут мы решили в Москве взять занятие, и оно длилось два часа. Два часа рыси это адский пиздец! Настолько тяжело организму на самом деле держаться на коне, что в какой-то момент, ну, понятное дело, мышцы были не натренированы, но когда я слезла с коня, мои ноги просто меня не держали. Поэтому то, что она сейчас еще терпит, это она молодец! Скорее всего, эти три дня у нее все адски болело! Все адски болело! Ты догнала не Алла и пристроилась сбоку и чуть позади. Он обернулся, оглядел тебя, словно убеждаясь, что ты в порядке. Его волосы разметались на ветру, а на лице было странное, незнакомое выражение. Ты глянула вниз на желтые холмы с редкими мазками зелени. А ты ведь раньше был здесь, в столице? Да, какое-то время. И как? Шумно, жарко, мало деревьев. А, ты маленький любитель природы, да? Конечно, у него даже глаза зеленые. Он блондин с зелеными глазами. Е-мое, девочки, держите меня. Он, наверное, поэтому в такой глухомане-то свою академию и основал. Чтобы быть поближе к деревьям, к землюшке нашей матери, да? Огород еще, скорее всего, у него есть. Это поэтому ты построил академию в такой глуши? Именно так. Магу нужна связь с природой, а здесь природы маловато. Намтар выгнал шею и щелкнул зобами в сторону твоего коня. А что-то ты быкуешь, я не поняла. Ты давай-ка попридержи свой вот этот дикий нрав. Давай, киса, пошли его. Нял усмехнулся, беззлобно отдергивая коня. Ты доверишься мне? Ну, не знаю, не знаю. Ну, да, да. В чем доверюсь? Закрой глаза. Откроешь, когда скажу. Будет красиво. Лететь вслепую, отдав контроль Нялу, и коню было немножко страшновато. Я доверюсь тебе, естественно, потому что мы так говорим Нялу иногда. Но на самом деле это до усрачки страшно. Они фактически, фактически летят без страховки. Ну, если, конечно, они не кованы какими-то путами к седлу, они на высоте, считай, почти 10 тысяч метров. Ладно, что-то не 10 тысяч, но где-то 5 тысяч, но все равно это очень высоко. Без подстраховки! Без безбилетников! И еще лететь с закрытыми глазами, мне кажется, это страшно, потому что все-таки глаза помогают нам держать баланс. И подсказывают телу, куда ему, да, наклоняться, чтобы стоять ровно и держаться. А тут придется полностью закрыть глаза. Это страшно. Тогда закрывай глаза. Киса! Киса! Не зря так коня назвала. Он несколько раз щелкнул языком, призывая твоего коня следовать за собой. Ты глубоко вздохнула и закрыла глаза. Это высшая степень доверия, блин, на такой огромной высоте. Просто мы... Вот нял после этого должен нас ценить, как зенец ока. Как алмаз неграненый должен нас ценить после такого доверия. Надежная конская спина плавно покачивалась под тобой. Мощные крылья шелестели на ветру. Голова чуточку кружилась, и ты склонила шею. Открывай глаза, Никаль. И ты открыла. Кстати, здесь, между прочим, не наш наряд. Не наш наряд. У нас наряд под наряд Ниала, который он подарил нам на день рождения, чтобы мы с ним сочетались, между прочим. Да, как парочка. Парные луки у нас, а не вот это вот непонятно что. Минуту ты не находила слов, молча впитывая вид глазами и всей кожей. Потом повернулась к Ниалу и тихо выдохнула. Это стоило получаса. Ниал не мог услышать шепот сквозь завывание ветра, но выражение твоего лица сказала ему все, что было нужно. Он подмигнул, кивнул, бросил последний взгляд на город и пригнулся. Снижаемся! Дерзкое выражение лица у морды, у киса, конечно. Словно соревнуясь с намтаром, киса первый пошел на понижение. В ушах засвистела, и ты пожалела о том, что не отказалась от завтрака. А что жалеть-то? Пожрать-то мы всегда гораздо в смысле. На пороге таверны Ниал остановился и зарзирался по сторонам. Потом сделал несколько неуверенных шагов к стойке и снова остановился. А в чем дело? Если я не ошибаюсь, здесь сменился хозяин. Странно, я не знал об этом. А что, должен был? Раньше хозяином был мой друг, и я останавливался у него, когда хотел приехать в город без шума. Ты заметила, как несколько людей за дальним столом начали перешептываться, поглядывая на вас. Ниал тоже заметил их и пробурчал себе под нос. Публика тут тоже сменилась. Ника, пойдем. Нам здесь делать нечего. Ну, пойдемте. Но уйти вы не успели. Из-за дальнего стола поднялся человек. А вы добрые люди, а мы что вас смущаем? Да вы не пугаетесь, проходите. Он попытался изобразить улыбку. Получилось плохо. Больше было похоже на оскал. Сидящие с ним за одним столом люди не вставали и смотрели на нас очень внимательно. Слишком внимательно. Ростаный мясо и пиво всем хватит. Садись, да пойдем. Он махнул на своих спутников кружкой, покачнулся, едва не вылив напиток на голову товарищу. Фу, там должен быть такой смрад стоит. Вот он бы сейчас покачнулся, вылил бы этот алкоголь на чувака. И чувак, понятное дело, понятное дело, что там все пьяные, но они, понимаешь, все воняли спиртным. А если тебе плевают, что от тебя воняет спиртным, скорее всего, ты еще и не мылся, ты еще и не брился, ты еще и за собой не следишь. А там, значит, такой смрадина стоит в этой таверне. И не вон. Ужасно, ужасно. Благодарю за приглашение, добрые люди, но нам нужно идти. Какие в жопу добрые люди, Ниал? Ты что, очтись, пожалуйста. Да кто вытает киев, чтобы отказываться от нашей пищи и от нашего пива? Вы что, вы что, не уважаете нас? Вы что, думаете, мы отребья? Думаете, раз война закончилась, так нами и полы вытирать можно, а? И ходить в наши таверны и хвастаться своими дорогими тряпками и вытирать нами пол? Он выбылся из-за стола, пьяно покачнулся и замахнулся, запустив Ниала кружкой. Лицо Ниала было абсолютно спокойным, только воздух скустился вокруг него укругой пеленой. Кружка летела ему в лицо, но он не делал ни малейшей попытки уклониться. Какого хрена ты кинулась с горячей рукой? С голой горячей рукой? Что-то я, знаешь, как будто у меня мозг на секунду перестал работать, и я такая смотрю на надписи и такая не понимаю, чем мне нажимать. Что жмать? Куда я жмал? Жмать куда? Даже огня не было видно, одни только кончики пальцев стали горячими, как угольки. Если что, кстати, я тут не достигла баланса, а баланс это не мое. Я на меч клала очень глубоко и надолго, потому что прокачивала только огонь. Незнакомец выпучил глаза и махнул рукой в воздухе. Нял напряг лицо. Напрягся лицо? Напряг, скорее всего, лицо. Обратите внимание, пожалуйста, опечаточком. И процедил, не глядя на тебя. Они провоцируют нас. Не поддавайся. А потом громче. Как тебя зовут, добрый человек? Скорее всего, с коей зубы сказал, я тебе отвечаю. Да, за меня зовут. Да те-то какое дело, а? Угостить тебя хочу. Вижу, кружка твоя опустела. Да и у друзей у ваших кувшины пусты. Хорошая стратегия, хорошая. Только не против Тахаза. Кто-то за столом радостно загокотал. Тахаз только взбеленился еще больше. Ты че думаешь, мы сдохнем тут без твоих подачек, а? Ты думаешь, нам можно кинуть кость, а потом скармливать этим вашим анунакам? Вы там в своих богатеньких домах отсиживаетесь, а нам тут подыхать, да? Да только я видел вашу кровушку, видел. И ничем она от нашей крови не отличается. Вот, поспорим, эта девка такая же, как те с длинной улицы. Что там, что там, одна... Он произнес грязное слово, отозвавшееся Гагуртрубным смехом из-за стола. Ведь мы потаскухой нас назвали. Ну, это была ваша ошибка, ребята. Ну, вам все пизда. Как бы нельзя нас, прекрасных женщин, Никаль, прекрасных Никаль, переднялом называть потаскухами. О-о-о, сейчас полетят головы, я чувствую. Тебе стало трудно дышать. Настолько густым и тяжелым стал воздух вокруг Ниала. Никаль, немедленно отступай к двери. Возвращайся к коням. И я догоню тебя через минуту. Я могу за тебя постоять? Верю. Потом. Сейчас уходи. Я на самом деле не знаю, как относиться к этой фразе, потому что у меня все время какое-то такое трепещущее ощущение. То есть он такой говорит, типа, я знаю, что ты можешь за себя постоять, но сейчас нас буду защищать я, и я буду защищать тебя. И это... Вроде как, знаешь, одновременно и признание, да, того, что мы можем сражаться, и его желание нас защитить. Но на самом деле, почему двоякие ощущения? Потому что это как бы еще и фраза, которая означает такое поддавание, что ли. Он просто не хочет с Никаль спорить, потому что если он скажет, что нет, типа, ты не можешь себя защитить, то тогда она наоборот начнет лезть на рожон специально, чтобы доказать ему, что она все может. И хоть фраза получается и хорошая, но она такая... Да, да, ты молодец, только отойди, пожалуйста. Ты по инерции глянула на дверь, но выход уже был перекрыт. Там стояла пара мужиков, крупнее и трезвее. Ахаза оба смотрели на тебя мутными сальными взглядами, от которых кожа покрылась мерзкими мурашками. Фу, фу. Еще и взгляды сальные у них, и волосы, скорее всего, сальные, и воняет это еще от них. Вы знаешь, это самое... Кроме того, что чуваки сравнили нас со шлюхами и решили нас фактически изнасиловать, а именно это они и собираются сделать, как только отметили от Ниала, вот то, что они сальные, мерзкие и вонючие, это просто вот от стотни до тысячи процентов поднимает уровень отвращения к ситуации. Да зачем нам подачки, если мы можем взять все, и деньги твои, и сапоги, и девку твою? Все, я тебе отвечаю, отвечаю, все, им капец. Ниала сейчас всех порешает. Дальше все слилось в один короткий выдох. Шагнув к Ниалу, Тахас поткнулся, а собственные ноги рухнули, затем в соседний столик. Хорош, назильник, не получилось, что-то мальца. С него скатилась кружка, и пиво из нее выплеснулось на пол, брызгая в стороны пенистыми каплями. Как разбуженные звери, мужики у двери разом кинулись к тебе. Загремели стулья, застольная компания бросилась на Ниала. Тот поднял руку, и вокруг них начали собираться воздушные потоки. Это маги, мужики, это маги! Бей до смерти, а то доложат за нападение, а нам не жить! Ой, ну все, теперь мы точно пропали. А твои руки уже заплетались маленькими огоньками. Один из мужиков пихнул товарища локтем, схватил тебя со плечо. Либо твоя внешность не внушала ему уважения, либо он и вовсе решил, что ты не маг. Я тебя... А тебе хотя бы два удара и докажи Ниала, что ты можешь за тебя постоять. И я тебя научу уважать маленьких и слабых девочек. Как поступить, схватить его за запястье? Схватя... Это очевидно, у нас же руки в огне. Мужик заорал неожиданно тонким голосом. Ты вздрогнула и выпустила ослабевшее запястье. На грубой темной коже остался четкий отпечаток твоей ладони. И как-то ты объяснишь своей женушке. Пока первый твой противник временно вышел из строя, второй решил схватить тебя за волосы. Как грубо! Как грубо! А-а-а... Прижечь прядь. Мы на такие жертвы способны. Не только ради победы, мои дорогие. Противник дернул посильнее, а у тебя от боли аж на глазах слезы выступили. Ты злобно зашипела на мужика, и тот отпрянул от неожиданности. Ты тут же схватила себя за волосы чуть выше того места, где он держал. Запах лопаленым. Твои горячие пальцы прожгли волоски. Лучше лишусь пряди волос, чем головы. Мужик заорал. Похоже, в горячке ты обожгла ему пальцы. Ты отпрыгнула подальше от нела, пытаясь отвоевать себе пространство. Противники отскакали от него, как мячики, но, поднявшись, упрямо лезли обратно в драку. Нацелившись на тебя, парочка снова пошла в атаку. Ты мысленно зарычала, вытаскивая меч. Ники, никого не убивать! Это приказ! А, можно подумать, я в состоянии убить живого человека. Ты прижалась спиной к углу стойки, упиравшейся в стену. Так правильно! А мертвого ты убить нельзя! Пока ты поражалась глубине собственной философии. Противники загнали тебя в угол. Глубина собственной философии. Тяжело дыша, ты переводила взгляд с одного на другого. Судя по их лицам, шутить или играть, они были уже не настроены. Кажется, я переоценила свои умения. Мне бы очень пригодилась помощь. Ну, балансом у нас и не пахнет. Я тебе сразу это сказала. В ответ на твое мысленное поскуливание, один из противников попросту пнул тебя ногой в живот. Вот это такая паскуда! Вот так паскудно, я хочу тебе сказать. Вот неважно, женщина, мужчина, да, неважно, кто сделал, бить в живот, это самый отвратительный прием в драке. Просто отвратительный. Бить ногами по телу, бить ногами по голове, это фу, это просто фу. Ненавижу это. Если такое происходит, вот понимаешь, по одному этому движению сразу понятно, что перед нами какие-то просто отбросы общества стоят. Просто отбросы. И не важно, что они пьяные, не важно. Бить в живот, а если женщина. Понимаешь, это же все органы, можно отметелить. Повредить так, что человек потом просто будет инвалидом, это ужасно. Попытался. Ты ловко увернулась и вскочила на стойку, возвысившись над ними. Молодец. Да оставьте вы меня в покое. Набрав в грудь побольше воздуха, ты сдала длинный боевой клич, вложив в него всю злость. А потом нанесла удар сверху, вниз, мои дорогие. Противники, эффектно. Ааа, эффективно, эффективно. Противники, решив, что жизнь дороже, ринулись в разные стороны. Если бы сейчас сзади кто-нибудь подобрался, и это был бы последний красивый удар в твоей жизни. К счастью, за стойкой прятался сам хозяин. И делить место с дерущимися он точно не собирался. Ты пошатнулась, едва не свалившись со стойки носом вперед, и выпустила меч из рук. Замах оказался мощнее некуда. Летев острием в каменный пол, меч досадливо звякнул. И потерял острие. Обломок ускакал куда-то вбок. Это было самое хреновое выступление с мечом, которое когда-либо было в этой таверне. Мне кажется, фейл на фейле. Фейл фейле фейлом погоняет. Я глянул через плечо и гаркнул. Наверняка. В дверь. Немедленно. Я думала, я думала, гаркнул. Я думала, что он гоготнул. Я думала, что он над нами поржал, что типа, ой, ты дуреха, даже меч у тебя исчез. Ооо, и все. Ты кинулась, куда было сказано, пытаясь скорее покинуть это гостеприимное место. Гаркнул. Стоило тебе оказаться снаружи, как из-за спины раздался легкий бум. Ты только усерднее заработала ногами, а минуту спустя услышала сзади тяжелый топ от него. Да, какой-то не очень крутой у нас бывший генерал. Ты тяжело дышала, уперлась ладонями в колени и снизу вверх посмотрела на мага. Тот тоже выравнивал дыхание, глядя назад. Они... они... гонятся? Я завалил вход мебелью. До заката будут растаскивать. Ваши взгляды встретились. Ты вдруг хихикнула, не прекращая тяжело пыхтеть. Нял попросительно поднял бровь. А что смешно? Великий ужасный маг. У тебя навоз в одинке. Нял опустел взгляд на свою обувь удивлю, но нахмурился. Ты захотала. Дыхания без того не хватало, но теперь еще и в боку заколола. Ты хихикала, прижавку к бедрам, пытаясь не рухнуть. На самом деле, кринж ситуация просто. Два великих мага и улепетывали из этой таверны. Ну что это такое? Глядя на тебя, Нял тоже хихикнул, а потом тоже засмеялся. Вы стояли посреди площади, и как два идиота надрывали животы. Наконец, смахнув слезу, ты простонала. Что ж, к твоим друзьям я больше не ногой. Нял покачал головой и тоже постепенно успокоился. Я не знал, что он продал таверну. Он выдохнул, окончательно останавливая гречительный смех. Пойдем найдем более приличное место, где остановиться. Без пьянчук и драк. Ты выпрямилась, кивая. Нял повертелся туда-сюда, словно припоминая что-то, а потом выбрал направление. Это куча. Нял же мог их всех распигачить просто в один момент. Че-то дрался с кем-то. А потом они бежали. Великий генерал и великий маг огня. Шагай, он покосился на тебя и вдруг выдохнул. Прости, это было неразумно с моей стороны. Ой, да вообще не парься, чувак, ты что, весело живу? Прости, что притащил тебя в таверну полную агрессивно настроенных отбросов? Я не знал, что так получится. Это место было моим убежищем в трудные времена. Я бы ни за что не повел тебя туда, если бы знал, что там опасно. Да ладно, все, не парься, забудь и прощай. Но господи. Понятное дело. Ну просто, ну, бывает, бывает. Я скорее не держу зла на него за этот поступок, а вот за то, что он турнул нас из академии, вот это, конечно, тварина не алтающая. За это нам еще он ответит. Он еще так нам ответит за это. Он едва заметно улыбнулся. Спасибо. Я ценю твое терпение. Просто знай, что она не бесконечна. Похоже, лед между вами постепенно таял. Главное, что я сумела постоять за себя. Он смехнулся, но с долей уважения. Это так. Меня можно было бы отпускать и одну в такие путешествия. О, в следующий раз мне просто выйти. Ты разберешься сама. Твой вклад я тоже очень ценю. Он усмехнулся, преувеличенно бодро кивая. Я тебе говорю, и отношения этих двоих это просто, это искусство, понимаешь? Это шедевр. Уходя с площади, ты на всякий случай облинулась. Никого. Кинув сумку на кровать, ты хмуро оглядела комнату. А что хорошая комната, посмотри. Да, и крыша над головой есть, и симпатичная, и ящерки там тоже стояли, и вот кровать, правда, кровати несколько. Кровати, да. стоило поискать другую гостиницу? Ты выглядела так, словно готова была умереть на пороге этой, лишь бы не идти дальше. Да, но одна комната на двоих, а в чем проблема? Я что-то не понимаю. Тут вообще по эту сторону экрана никто не жалуется. Он пожал плечами. Это всего на пару дней, тем более тут две кровати. Чего тебе еще надо? С двойной кровати мне надо. В смысле? Они отдельно друг от друга стоят. Что тут непонятного? Я не понимаю. Их нужно просто взять и единая кровать должна быть. Ты с сомнением кивнула, и следующие полчаса вы занимались вещами. Потом ты села на кровати, вытащила меч из ножен и с грустью осмотрела его. Оу, что произошло? Подделки с азиатских стран просто приехали. Я не знала, думала, хороший меч, а оказалось... Не гори себя, сталь здесь не лучшая. Он попробовал обломок лезвия на ноготь. Ничего, мы видели кузницу по пути, помнишь? За площадью и направо. Да, вроде да. Держи денег. Там купишь новый меч, а я пока... Это же просто шугар-деди! Это же просто шугар-деди передо мной стоит! Я тебе говорю, лучший мужик, смотри, и накормил, и защитил, и... Ну, из академии исключил это пидор, да? И денег на меч дал! Прекрасно! Ты надолго? Не знаю, на несколько часов нам нужно поскорее увидеть Энки. Если повезет, он пригласит нас завтра утром. Нял встал, потянулся, устала, выдохнул и, кивнув на прощание, вышел. Ты поразмышляла, не стоит ли вздремнуть, а потом глянула в зеркало, пригладила торчащие волосы и присмотрелась к затылку. Ай, чтоб тебя испортили прическу! Помянув несколькими недобрыми словами своих излишне ретивых противников, ты села приводить голову в порядок. У нас есть сложные косы, вот у нас есть нежная кора и милые кудряшки. И мы, конечно же, выберем милые кудряшки, такое себе. А вот сложные косы, да, ну вот что это такое, ты мне скажи? Вот что это такое? Это ужасно. Почему-то, возможно, из-за того, что вот здесь все приглажено, вот так вот торчит ухо, вот здесь вот наоборот как-то крупно, некрасиво. Она, конечно, похожа на какого-то эльфа, такого эльфа-викинга, но какой-то слишком у нее делается большой лоб, поэтому у нас будут милые кудряшки. Милые кудряшки, все, я все сказала, да. Потом потянулась всем телом, выдохнула и пошла за новым мечом. Эй, не раскисай, ты идешь рядовать себя покупочками, настоящая женщина. Ну, в смысле, не женщина, а в принципе, нормальный человек, покупочки нас всегда радуют. О, это приятно, да. Кузнец оказался добродушным мужчиной, крупным и устрашающим на вид, но вполне веселым. Вы уже полчаса трепались о достоинствах и недостатках представленных мечей. К счастью, вечером к кузнецу никто не заглядывал, и вы могли в сласть поболтать. Не ну что, я тебе, конечно, советую вот этот, но ты уж сама смотри по карману. Ты снова примирилась к клинку. Да, дороговато, конечно, но красивый. А украшенный меч, магический, ну, конечно, магический, ты че, мать? Ну, ты че, мать? Ну, конечно, магический мы берем. А знаешь, что почему? Денежки-то не наши. Денежки-то не Алла, поэтому можно, в принципе, потратить, но можно купить подешевше и часть положить себе в карман. Так тоже можно сделать. Ха, может быть, скидочку дадите? Ха, за такой меч вряд ли. А что, есть, повод для скидки? Ты пожала плечами. Ну, деньги-то не мои. А ты тем более тратить такие не думай дважды. Ха, мы с кузнецом на одной волне, я тебе отвечаю. Ты вспомнила, какими глазами Нила смотрела на тебя, когда исключала из академии? И ты решила еще и доплатить этому кузнецу, да? Доплатить ему, чтобы совсем все потратить в ноль. Действительно усмехнувшись, ты выложила монеты на стол. А вот и славно. И еще что-нибудь? Может быть, броня, кинжал, есть хорошие метательные, и даже с поясом. А, нет, спасибо. А вот информация мне бы пригодилась. Мм? Его глаза стали чуть прохладнее и настороженнее. Вараса, ему около 30, переехал... Ему около 30. Даже в этот момент мы знаем, сколько, блин, лет варасе. Я до следующих, какой-то из следующих серий не знала, что Никаль 30 лет. Вы знаете, что я думаю? Вот обвинение неала в педофилии это все херня. Потому что вот если как бы половиночки твоей больше 18, то уже, во-первых, все хорошо. А если учесть, что ты красавец и выглядишь, сука, на 35, а не на 305, то, в принципе, тебе все, можно все прощаться. Понимаешь? Не, он же не какой-то вот такой, знаешь, жирный, прыщавый, дряхлый старичок. Он красивый мужчина. Даже не скажешь, что ему 300 лет. При том, что они как бы по 600, по 1000 лет живут. Охренеть. Все нормально. Все нормально. Ну и что, что он какое-то время приглядывал за Никаль и братом их? Ну и что? И что? Ты мне хочешь здесь предъявить? Нормально здесь все. И с их возрастом. И с их соотношением возрастов. Я считаю, это идеальная пара. Вырастет себе девочку. Нет, зачем я это сказала? Ой, как плохо. Нет, 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 нет. Сама росла, сама все-все-все хорошо. Всякость. Забыла, забыла. Быстро. Нормальные у них отношения. Собирался стать кузнецом. Темные волосы, темные глаза. А вот рост не уверен. И зачем это он тебе сдался? Учились вместе, были близкими друзьями. И после школы потерялись. Ты ж магичка. Вора, снимак. То есть вы его знаете, да? Может, знаю, а может и нет. Это как посмотреть. Мы были вместе в доме детей, а потом и в школе. Потом я уехала в магическую академию, а он остался. Рассказывал вам про... Щеки снова запололи жаром. И ягодку. Я тебе отвечаю. Блин, Ника ее зовут. Ника ли ее зовут? Пожалуйста. Ягодка, искорка, росточек. Что это? Что это такое? Кузнец вдруг хохотнул. Громко и рассказисто и сложила руки на груди. А, так это ты, что ли, ягодка? Вот это везение. С первой попытки нашла Вара. Ну, почти нашла. А где я могу его найти? И если не срочно, то завтра тут будет помощник. Он мой подмастерье. А если срочно, то на площадь идти. Он там фокусы свои показывает по вечерам. Я схожу. Спасибо. И за меч тоже. Кузнец отобрительных мыкнул тебе вслед. Ты поспешила на площадь. Я на самом деле хочу, не Кали, сделать более вот такой глубокий и женственный голос. Я не знаю, слышна ли разница на камере, но я по привычке делаю голос, такой же, как в Дракуле Истории Любви. А это не совсем хорошо, потому что Ула и мне кажется в моем исполнении такой более детский голос. А Никаль, несмотря на то, что мне кажется, что я все еще не 30 лет, мне хочется сделать все-таки более какой-то взрослый, красивый и женственный, прямо чтобы было подстать не алло. Но я порой забываю о том, что я читаю за Никаль и кто она такая. И когда переключаю голоса, этот голос теряется. Я не актер озвучки, поэтому я надеюсь, что я не буду об этом забывать. По пути к площади, ты все гадала, о каких фокусах же идет речь. Лишь бы я его узнала. Он, наверное, отрастил бороду или волосы, или, может, располнил. Он всегда был таким щупленьким. Да, не все нормально. Все смотрим, какая фигурочка стоит перед нами. Да-да-да, вот это, вот это наш мужчинка. Но гадать не понадобилось. Вараса стоял прямо посреди площади. Джун Ли. Джеки Чан прямо передо мной стоит здесь. На секунду ты решила, что у тебя видение. Вараса вытянул вперед две руки, а под ними висели два огромных огненных шара. Это что это за фокусы такие? Он что, магом стал? Нет и нет, ерунда такой, такой не бывает же. Но ты на всякий случай ущипнула себя за руку. Нет, не видение. Потом присмотрелась, огненные шары свистали с рук Вараса на двух тонких металлических цепочках. Ух ты, ночью выглядит прямо как настоящая магия. Вараса вскинул руки и вдруг завертел шарами над головой. Красота. Толпа одобрительно заверещала, затоптала. Вараса повернулся вокруг своей оси, закручивая над головой огненное кольцо и резко разорвал его. Шары взметнулись, едва не задев его макушку. Толпа ахнула, подалась вперед, но он ловко пригнул голову и сразу же вывел шары перед собой. Закрутил их, создавая огненное кольцо уже перед грудью. Потом снова разомкнул, описал в воздухе красивую восьмерку. Ты скептически хмыкнула, сложила руки на груди, стараясь не чувствовать легкой зависти. Ну, конечно, потому что мы даже бревно, сука, поджечь не можем. А он уже крутит огнем. Не, ну, пидор ли? Все пидоры, а не вот кто. Стоило признать, ты таких шаров создавать не могла, а он ведь даже не маг. Делав особенно красивый финт, Параса вдруг подмигнул кому-то в толпе. Кто это такой смущашка? А почему он не с нами флиртует? Я что-то не поняла. Ты что-то как-то борзый слишком, Вараса, да? Из толпы раздался гогот и улюлюканье. И вдруг целое ведро воды плеснуло на импровизированную сцену. И Вараса дернулся, пытаясь спасти шары, но те зашипели, заморгали, теряя яркость. Толпа забеспокоилась, зашумела, раздались крики, смех, а потом и топот ног. Кто-то убегал. Вараса кинул глобный взгляд в толпу, а потом отчаянный на шары. Те продолжали гореть, но уже не так охотно, как в начале. Когда Вараса ими взмахнул, огонь зашибел, почти совсем прячась в шар. Толпа разочарованно загудела и начала рассасываться. Вот, подонки, испортили ему все. Может, мне помочь? Ты глянула на свои руки, прикидывая, сумеешь ли ты сосредоточиться на шарах. Ну, попытка, не пытка, мои драньи. Попытка, не пытка. Надо помочь как-то другу, но все-таки друг детства, да, оплошал перед нами еще тем более. Ты прищурилась внимательно глядя на шары в руке, Вараса. Разжечь их с нуля было бы, наверное, сложно, но тебе требовалось только подтолкнуть огонь и сделать его смелее. Поле зрения сузилось до рук Варасы. Вдох, выдох. С каждым твоим вдохом огонь становился ярче, крепче, прорываясь наружу. Помахнул шарами. Вопреки его ожиданиям, те вспыхнули двумя яркими кометами. Толпа заинтересованно загудела, расходящиеся люди начали подтягиваться обратно. Вдохновленный успехом, ты выдохнула длинно и протяженно. В ответ шары запылали так сильно, что Вараса испуганно отвел руки подальше от себя, не забывая, впрочем, продолжать крутить восьмерки. Подумав, ты чуточку усилила костры вокруг него. Для этого пришлось отпустить внимание с шаров и переключиться на костры. Те снова медленно начали гаснуть, но, похоже, Вараса уже отработал свою программу. Эффектно махнув шарами напоследок, он швырнул их в металлическую катку. Какой-то малец засыпал в катку песка и огонь погас. Толпа зааплодировала, а Вараса принялся раскланиваться. Сейчас еще и денежек он подзаработает благодаря нам. Все благодаря нам, понимаешь, на нас мир держится этот. В его плащ, расстеленный на земле, посыпались монеты. Когда зеваки окончательно потеряли интерес к Варасе, ты рискнула подойти ближе. О, величайший огненный маг этого тысячелетия! Он резко поднялся, выронив перчатку, нахмурился. В его лице недоверие сменилось сомнением, а потом радостью. Ники, это ты? Серьезно? Собственной персоной. Погоди-ка. Он коротко глянул на катку с шарами, а потом обратно на тебя. Что ты заподозрил? Да, это ты мне помогла. Ты разожгла шары, а я все в толк не мог взять, почему они не погасли. А это была ты. Ты скромно потупилась. Не могла же я бросить тебя в беде. Что это за уроды вообще сделали? А, есть это одни... Да не важно. Ники, это правда ты. Он покачал головой, улыбаясь во весь рот. Я уж думала не свидимся больше никогда. Я думал, все, пропала моя ягодка. Как в следующий раз встретимся, я уже буду глубоким стариком. И не читать тебе это вечно молодой. Вечно молодой лет до трехсот в лучшем случае. Но ты почти не изменилась с того дня, как нам исполнилось двадцать. Зато ты, ай, стал настоящим красавцем. Комплименты всегда в тему, мои дорогие. Ты восхищенно выдохнула, пожирая глазами его обнаженный торс. Воросу смущен, но не без гордости хмыкнул. Так я в кузнецах уже сколько хожу, масс, места набрал, нарастил. Ты смешливо наморщила нос, кивнула на растеленный плащ. Что, если я помогу тебе собраться, и мы пойдем куда-нибудь выпьем? От таких предложений не отказываются. Ты вообще надолго в городе? Ты как меня нашла-то? Ну, ты вообще-то не сильно прятался на площади, то я тебе все расскажу по пути. Ты принялась собирать разбросанные по земле вещи, а Воросу наблюдал за тобой со светлой улыбкой. Было приятно провести время с человеком, который тебе так рад. Ну что, мои дорогие? Я на самом деле не хочу пока ничего комментировать, потому что серия все-таки старая, мы уже, ну, я думаю, что большинство людей, которые проходили «Цветок из огня Теомата», они ее видели, они знают, что будет дальше, я тоже частично знаю, что будет дальше, но не полностью, потому что все-таки я как бы начала проходить текущее обновление, но не полностью, скажем так, не полностью. Мне кажется, что это прекрасная история. Да, у нее было не очень хорошее начало, в том плане, что с первых серий не все поняли, что такое именно фэнтези, но, блин, это прекрасно. Вот, поэтому мы с нетерпением ждем следующих серий, новых серий, поэтому обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, чтобы их не пропустить, а также другие разборы, обзоры и прохождения. С вами была Элли, мы увидимся с вами уже совсем скоро. Всем пока!